Тема сегодняшней лекции – проблемы воспроизводства, как они освещаются в капитале Маркса и как они проявляют себя, эти проблемы, объективные проблемы, в современных условиях, в условиях позднего капитализма XXI века. Последняя часть будет посвящена именно современности, но она будет относительно короткой, не потому что этих проблем мало, не потому что они простые и общеизвестные, а потому что главное внимание мы в данном курсе уделяем классике. По проблемам современного капитализма нашим центром написано много работ, прочитано много лекций на YouTube-канале «Альтернатива», вы с ними можете ознакомиться. На чем я хотел бы остановиться? Прежде всего на понятие воспроизводства, затем мы посмотрим на специфику воспроизводства, производительных сил и производственных отношений в рамках капиталистического способа производства. Всеобщий закон капиталистического накопления – еще один важнейший вопрос. Я очень коротко характеризую проблему марксистской теории кризисов. Если будет необходимость, мы, наверное, остановимся на этом специально, может быть, прочитаем специальную лекцию или я, или Андрей Иванович Калганов. И, как я уже сказал, в заключение коротко о современных проблемах. Вот таков план нашей лекции. Начну с того, что тема воспроизводства сейчас практически забыта. Безусловно, отношения воспроизводства исследуются и очень активно, но под весьма специфическим углом зрения. Большая часть усилий экономистов и теоретиков, и не только теоретиков, сосредоточена на проблемах роста. Эту тематику постоянно критикуют, постоянно говорят, что валовый внутренний продукт, его рост, его спад, стагнация экономики по этому показателю – это не главное. Это мало что характеризует, но, тем не менее, разговоры политиков, заказы экономистам-теоретикам, бесконечное соревнование прогнозов, оценка результатов экономического развития по тому, как изменяется ВВП – это классика жанра, не классика политэкономии, а классика жанра современной экономической жизни. Больше, чем о воспроизводстве, но гораздо меньше, чем о росте, говорится о развитии. Различие здесь достаточно очевидно. Развитие предполагает прогресс в соответствии с некоторым критерием. Одним из таких критериев, пожалуй, важнейшим критерием является мера развития человека, человеческих качеств в обществе, то есть при условии решения социальных проблем и в диалоге с природой, то есть при решении проблем экологических. Развитие – это реализация экологических, социальных, культурных, по большому счету, гуманитарных человеческих приоритетов развития. На эту тему написано тоже очень много, но меньше, чем о росте Сен, Стиглиц, наши авторы, теоретики Римского клуба еще в 1970-е годы. Очень много говорили и говорят об этом. Есть цели развития ООН, задачи, которых много десятков, они далеко не сводятся к валовому продукту, включают в себя, как я уже сказал, прогресс человеческих качеств на продолжительной жизни, в частности образование, безусловно благосостояние, решение экологических проблем, снижение социального неравенства и так далее. Но воспроизводство – это нечто другое. Это категория более богатая, более сложная и характеризующая содержание экономических отношений. Воспроизводство – это категория сродни категориям стоимости, капитала. И поэтому, на самом деле, это в большинстве случаев неизмеримое непосредственно в тех или других статистических показателях неотражаемое явление. Точнее, это содержание сущности явлений, содержание форм. О чем идет речь? В данном случае мы можем говорить о воспроизводстве вообще любой экономической системы и о воспроизводстве капитала. Первое воспроизводство любой экономической системы предполагает, что процесс производства повторяется постоянно. Казалось бы, ну и что? Есть производство, а это просто постоянное повторение. Что здесь может появиться? Может. Одна из самых, на первый взгляд, простых, на самом деле сложных проблем – это превращение начала в конец. Как результат производства превращается в исходный пункт производства? Сразу же появляется вопрос роста или спада. Я о нем уже упомянул. С него начинается воспроизводство. Это только видимость, самое простое явление. Извините, я не строго использую гиггельерские категории. Видимость, форма, явление. В данном случае будем оставаться на уровне предельно простых представлений. Итак, это первый взгляд на воспроизводство. Экономика воспроизводится расширенно, она растет, она воспроизводится суженно, она сокращается. Или у нас простое воспроизводство прежних масштабов. Но эта внешняя характеристика не самая главная. Самое главное – это вопрос о том, как воспроизводятся слагаемые производства. Две его важнейших части, точнее, два слагаемых содержания воспроизводства – это воспроизводство производительных сил и производственных отношений. Сразу проблема осложняется. Во-первых, они взаимодействуют. То есть определенный тип воспроизводства производственных отношений, скажем, капиталистических отношений, обуславливает определенный тип воспроизводства производительных сил. Но главная детерминация другая – то, как воспроизводство производительных сил воспроизводит производственные отношения. Если воспроизводятся простые орудия труда, сам труд является неиндустриальным, ручным. Если воспроизводит человек в его качестве неквалифицированного работника, не умеющего читать, писать, считать. Если воспроизводятся нерастущие, неразвивающиеся технологии, типичный предмер добружуазной традиционной общества. В этом случае мы, скорее всего, получим воспроизводство производственных отношений, основанных на производственных отношениях, включающих в себя, полагающих натуральное хозяйство, внеэкономическое принуждение, такие формы этого внеэкономического принуждения, как рабство, крепостничество или поголовная зависимость в азиатской деспотии. Соответствующие формы распределения, получение прибавочного продукта, ренты, широкое использование отношений и насилия и так далее и тому подобное. Если перед нами воспроизводство производственных сил, индустриальные системы, в которых научно-технический прогресс, рост производительности труда является правилом, в которых обновляются технологии, отраслевая структура, неравномерно, но развиваются регионы и национальной экономики, и мировой экономики. Если постоянно растет, опять-таки противоречиво, неравномерно, но растет, квалификация рабочей силы, все более совершенной, производительной становится техника, да и сам феномен техники существует. Перед нами система, которая востребует воспроизводство производственных отношений, основанных, предполагающих развитие рынка, товарных отношений и капиталистических отношений, где есть капитал, частная собственность на капитал, где есть наемный труд, свободный наемный работник, экономически зависимый, оно политически свободный, юридически свободный наемный работник, продающий свою рабочую силу. Мы получим воспроизводство производственных отношений к капитализму. Это основная детерминация, основная взаимосвязь. Но есть и обратно. Если воспроизводится производственное отношение к капитализму, они обусловят такое воспроизводство производительных сил, которые выгодны капиталу. Иными словами, да, погоня за относительной прибавочной стоимостью, непосредственно избыточной прибавочной стоимостью, обусловят научно-технический прогресс и рост производительности труда. Но машины, современная техника будут применяться капиталом только тогда, когда они будут приносить больший доход, большую добавленную стоимость, и прежде всего прибавочную стоимость, даже надо сказать именно прибавочную стоимость, нежели в условиях применения труда. Если ручной труд приносит большую прибавочную стоимость, машины внедряться не будут. Если старая машина обеспечивает воспроизводство в расширенном масштабе прибавочной стоимости, машина внедряться не будет. Новые технологии развиваться не будут. Но это только одна сторона металя. Рынок к отношению товарного производства предполагает, что экономика работает на максимизацию стоимости. Следовательно, вот тот самый рост, с которого я начал, рост стоимостных результатов. На уровне фирмы это добавленная стоимость и прежде всего прибавочная стоимость. На уровне экономики в целом это валовый внутренний продукт. Вот эта стоимость становится целью, и та система производительных сил, которая обеспечивает увеличение стоимости, становится необходима и воспроизводится. То есть воспроизводятся те производительные силы, которые обеспечивают реализацию целей капитала. Прибавочную стоимость наложенной национальной экономики, валовый продукт. Это могут быть неэффективные в человеческом отношении производительные силы, предполагающие то, что наемные рабочие работают 12-14 часов без выходных, без охраны труда, капитализм 19 века. Это могут быть производительные силы, которые уродуют природу, и разрушение природной среды, огромное количество природных катаклизмов, проблем глобальных в области экологии, созданы этим воспроизводством капитала. Саванны, прерии превращаются в пустыни, на месте лесов и гор возникают заброшенные карьеры, люди живут в чудовищно загрязненных городских агломерациях. Ну, я не буду продолжать эти примеры, не говоря уже о всемирно известной климатической проблеме. Воспроизводятся те производительные силы, которые нужны капиталу. В современных условиях, как я скажу позже, воспроизводятся те производительные силы, которые нужны прежде всего финансовому капиталу, ему нужны информационные технологии. Вот это важная связка с производством производительных сил, производственных отношений. Непосредственно в капитале вы ее найдете, как бы это сказать, в скрытом виде. Вот свою формулировку, которую я вам дал, она отсутствует. Но она показана Марксом на протяжении всего первого тома, и в том числе в разделах, посвященных воспроизводству. Что принципиально важно, какие категории вводит Маркс в связи с проблемой воспроизводства, и на чем я хотел бы специально остановиться. Одна из таких проблем, кроме, как я уже сказал, простого, расширенного или суженного воспроизводства, это воспроизводство производительных сил, которое ведет к прогрессу, измеряемому в капиталистическом обществе. Чем? Как? Насчет прибыли, сущности прибавочной стоимости, прибыль – это превратная форма, прибавочной стоимости как содержание, извините, не сущность, содержание. Да, безусловно, целью является производство прибавочной стоимости, и, в конечном итоге, здесь решаются проблемы капиталистического воспроизводства. Но воспроизводство производительных сил предполагает то, что при капитализме разворачивается очень важная во всемирно-историческом значении тенденция. Тенденция, которую Маркс обозначил образно – «мертвый труд вытесняет живой». Тенденция, которую он обозначил и строго – рост технического строения капитала, рост массы применяемого постоянного капитала. Постоянный капитал, напомню, это и машины, и оборудование, и сырье, и энергия. Рост постоянного капитала, капитала, который не создает стоимость, капитала, который воспроизводится в прежнем масштабе, перенося свою стоимость на конечный продукт. По частям, как машины, или полностью, как сырье. Итак, технический объем, физический объем машин, оборудования и так далее, мертвого труда, веществленного труда, увеличивается быстрее, чем объем живого труда. Все больше машин, материальных ресурсов, все меньше людей. Количество людей уменьшается, а объем рабочего времени, в течение которого создаются общественно полезные продукты. Я подчеркиваю, здесь речь не идет о стоимости, речь не идет о капитале. Речь идет о техническом строении, о соотношении мертвого, веществленного и живого труда. Ценить в национальном или мировом масштабе наличие или отсутствие этой тенденции. Извините, пожалуйста, а можете человека впустить? Он опоздал просто. Салават, будьте добры, решите эту проблему. Она решается, нет? Вроде как да. Спасибо большое. Да, хорошо. Значит, мы остановились на том, что измерить техническое строение капитала в национальном или мировом масштабе невозможно, непосредственно невозможно. Можно показать, что для каких-то отраслей, скажем, раньше автомобиль делало столько-то рабочих, и масса станков, машин, оборудования была такой-то. Сейчас автомобиль делает гораздо меньшее количество рабочих, которые заняты меньшее число времени, меньшее время они тратят на это. Но масса машин, оборудования и всего остального возросла. Но это будут какие-то косвенные оценки. Считать штуки, тонны, метры, количество людей – это неправомерно. Несоизмеримый феномен. Что можно измерить? Можно измерить стоимостное строение. То есть посчитать, сколько стоит, какова величина, стоимостная величина постоянного капитала, и какова стоимостная величина переменного капитала. Но стоимость, я напомню, это то, что формируется в процессе товарного производства, в единстве обмена, производства и потребления. И здесь чисто стоимостные факторы будут играть едва ли неопределяющую роль. В результате Маркс вводит категорию, которую, к сожалению, называют, но потом неправильно интерпретируют – категорию органического строения капитала. Соотношение переменного и постоянного капитала по стоимости, но только в той части, в какой стоимостные изменения определяются изменениями технического строения капитала. Еще раз подчеркиваю, сосчитать органическое строение капитала нельзя так же, как и техническое. Можно косвенно оценить, в какой мере технические факторы увеличили объем, применяемый к машинам и оборудованию, других материальных ресурсов по отношению к переменному капиталу, затратам человеческого рабочего времени. Но не более того. Попытки посчитать рост органического строения капитала, как правило, дают очень противоречивый результат. Во-первых, стоимость нельзя посчитать, можно посчитать цену. Во-вторых, нельзя посчитать стоимостное строение. То есть посчитать стоимостное строение можно, но четко определить, в какой мере оно определено техническими изменениями, количественно нельзя. В лучшем случае будут экспертные оценки. Поэтому подсчет органического строения капитала и размышление о том, растет оно или нет, это вообще говоря блеф. Как и многие другие попытки сосчитать категории, которые Маркс характеризует, точнее феномены, которые Маркс характеризует при помощи категорий в первом томе капитала. В первом томе капитал практически все категории не сосчитываемы, ну кроме разве что заработной платы и цены. Вот это очень существенный момент. Про этот существенный момент я прошу помнить. Это теоретическая закономерность, которая теоретически обосновывается Марксом. И в этой теоретической гипотезе говорится, что по мере движения развития капитализма и перехода от капитализма к будущему коммунистическому обществу, мертвый труд вытесняет живой в рамках индустриального производства. Вот последний момент я хочу специально подчеркнуть, хотя Маркс его так не формулирует. Он нигде не оговаривает, кроме философских, извините, экономических рукописей 57-59 года, ни последующих рукописей подготовительных потерял к капиталу. Он только в этих местах и непрямо говорит, что будущее общество – это не индустриальное общество в традиционном смысле. Это общество, где доминирует всеобщий труд, творческий труд. Наука превращается в непосредственную производительную силу и дает понять, что в этом обществе, в этих условиях законы действуют уже по-другому, чем в условиях индустриального производства, капиталистического индустриального производства. Вот все, что Маркс пишет в «Капитале» про капитализм, это он пишет про индустриальный или даже доиндустриальный капитализм. Помните главы «Простая кооперация», «Мануфактура», да и весь первый отдел капитала. Вот. Поэтому в рамках индустриального производства происходит процесс вытеснения живого труда овеществленных. Это прогресс. Потому что живой труд по преимуществу является репродуктивным. На основе вытеснения живого труда овеществленным возникает возможность, материальная возможность, перехода к доминированию творческой деятельности. Вот того самого всеобщего труда, непосредственного применения науки как производительной силы. Сюда надо добавить еще искусство, образование и так далее. И в этом случае мы действительно переходим к миру, где снова труд будет бесконечно велик, а машины дешевы. И поэтому, если вы начнете считать органическое строение капитала на основе соизмерения затрат труда творческих работников с понизившейся вследствие производительности труда стоимостью машин, оборудования и всего остального, вы получите, что Маркс неправ, и органическое строение не растет, а наоборот снижается. Вот этот момент я прошу учесть, потому что вы встретите огромное количество размышлений и утверждений, что Маркс ошибся в связи с ростом органического строения капитала. Корень этих измерений, этих заблуждений связан, во-первых, с тем, что надо исследовать только индустриальное общество, и второе, что органическое строение вообще нельзя считать. Можно считать только стоимостное, да еще не в стоимостях, а в ценах, и поэтому это очень косвенный, как и в ряде случаев, иррациональный, превратный, точнее не иррациональный, превратный измеритель. Это важная реплика по поводу воспроизводства производительных сил, капиталистических производительных сил. Принципиально важное всемирное историческое значение здесь имеет тезис о том, что мертвый труд вытесняет живой, и человек может идти вперед в царство свободы, которое лежит по ту сторону собственного материального производства. Это цитата из третьего тома «Капитал». Второй важный момент, который Маркс здесь замечает, это воспроизводство производительных сил, воспроизводство производственных отношений. Маркс показывает, что законы собственности товарного производства, основанные на труде работника, по мере прогресса капитализма превращаются в законы собственности, основанные на эксплуатации наемного работника. То есть стоимость, созданная в исходном пункте, даже если предположить, трудом товаропроизводителя, который сам был и собственником, и работником, вследствие использования наемного труда превращается в собственность, созданную наемным работником. И стоимость собственности, собственность как таковая, как капитал, становится продуктом труда наемного работника, который присваивает капиталист. Как это происходит? Сам феномен написан во всех учебниках, поэтому я расскажу сначала образно, потом в двух словах содержательно, а дальше читайте, это не самый сложный момент. О чем идет речь? Представим себе, что вначале некий Иванов. Заработал определенную сумму своим честным трудом, скопил богатство, нанял наемных работников и стал воспроизводить это богатство. Наемные работники создали прибавочную стоимость. Он эту стоимость вложил снова в производство. Наемные работники создали еще больше прибавочной стоимости, он снова вложил ее в производство и так далее. В результате, после нескольких циклов воспроизводства, от его первоначальной стоимости, созданной своим трудом, ничего не осталось. Он ее проел, потому что он часть складывает в воспроизводство, а часть складывает в свое собственное потребление. Можно взять любой числовой пример. Кормнио накопил миллион рублей, нанял наемных работников, которые воспроизвели в расширенном масштабе. Стал миллион двести тысяч. Сто тысяч он съел, сто тысяч вложил в воспроизводство. Через десять лет он этот миллион, который первоначально он создал, проест. А все богатство будет создано наемным трудом. То есть процесс воспроизводства расширенного превращает стоимость, созданную самим трудом простого товаропроизводителя, мелкого товаропроизводителя исторически. превращает стоимость, созданную наемным работником, в собственность, созданную наемным работником, но принадлежащую капиталисту. Правда, по этому поводу трудового происхождения капитала есть много анекдотов. Я пару из них расскажу, поскольку я уже повещаю изрядное время. Пожалуй, можно сделать маленький перерыв. Анекдотов мне рассказывали коллеги в Америке, в Китае, ну и главным образом в исходном пункте. Мои профессора Николай Владимирович Есин и его коллеги. Первый вариант. Как вы сделали свои миллионы, спрашивают какого-нибудь Смита. Он говорит, ну вот, знаете, я пошел на рынок, подобрал грязное яблоко, вытер его, продал за доллар. На доллар купил много грязных яблок, вытер, продал за 10 долларов. И так продолжалось 10 лет. А потом умерла моя швейцарская бабушка, я получил 10 миллионов и стал их воспроизводить. Это один вариант. Второй вариант. Я так накопил тысячу долларов, купил автомат, ограбил банк, и стал дальше воспроизводить свой капитал. Ну, как это происходит исторически, Маркс описывает в разделе первоначальное накопление капитала, очень советую его прочесть. Вот многое в «Капитале» читать скучно, там история рабочего дня, пояснение по поводу рабочего дня, еще что-то. Даже развитие капитализма от простой кооперации к мануфактуре и к фабрике выглядит как исторический очерк, хотя там очень много тонких дилектических моментов производства производительных сил производственных отношений, взаимодействия производительных сил производственных. Но вот первоначальное накопление капитала – это суровая правда капитализма. Это тот вариант, когда деньги еще не создаются наемным работникам, но возникают в обращении. Помните противоречия всеобщей формулы? Деньги не могут возникнуть в обращении, и деньги возникают только в обращении. Вот первоначальное накопление капитала – это проект. грабеж насилие войны пиратство игра на радикальном различии сдержек в разных регионах земного шара различные формы вне экономического принуждения и так далее и тому подобное вот это то как реально воспроизводят в первые на первоначальный капитал можете наши отечественные опыты использовать исторически лучше всего написан в романах мамина сибиряка это про урал сибирь вот как как делались капиталы в россии очень сильный фильм и книга угрюм река лучше смотреть старый советский вариант черно белый вот это правда как это все было создано как воспроизводилась к чему привело и так далее накопление капитала идеальная иллюстрация написанная на фактах художественно образно ну давайте закончим отступление и продолжим значит законы собственности товарного производства основанного на собственном труде превращаются в законы капиталистического накопления зафиксировали еще один важнейший компонент воспроизводства производительных сил производственных отношений при капитализме это процессы концентрации централизации производства и капитала маркс показывает у меня к сожалению лекция ограничена по масштабам читайте капитал ну или хотя бы учебники что вследствие конкуренции и вследствие того что кооперативные производительные силы более производительные чем мелкие раздроблены в индустриальном производстве происходит концентрация производства параллельно с этим идет специализация производства концентрация производства это сосредоточение все больших объемов производства в рамках одной хозяйственной единицы специализация это сосредоточение производственных единиц на создание отдельных видов продукции. Это тренды, устойчивые тренды, я подчеркиваю, индустриального производства. Информационные технологии, творческий труд и так далее, тут существенно другие закономерности. Многое сохраняется, но по-другому и другое обоснование. Для индустриального производства характерна большая производительность кооперативного труда. Маркс это показал на примере простой кооперации. 10 людей могут сделать вместе больше, чем 10 людей по отдельности. Знаете, у Маяковского один, даже если самый важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, не то что дом пятиэтажный. В неоклассической теории это получило название «эффект от масштаба». Ну, бог с ней, она вся эта теория, эффект от масштаба и количество денег в обращении, многое другое. Позаимствованность капитала, но при этом без всяких упоминаний естественного капитала. Итак, происходит концентрация и специализация производства. В дальнейшем на базе концентрации и специализации производства возникает необходимость кооперации, технологической кооперации производственных систем. И чем выше уровень концентрации и специализации производства, тем большая необходимость в постоянном поддержании пропорций. Система, в которой постоянно разоряется значительное число производителей, стихийно соединяются друг с другом производители, потребители. И значительная часть труда оказывается общественно не необходимой, бессмысленной, бесполезной. Ситуация, при которой технологические связи не поддерживаются постоянно. С ростом концентрации специализации становится технологически неэффективной, а в ряде случаев просто невозможной. В этом режиме воспроизводить энергетику, железные дороги. Я специально не говорю об авиации, речь идет о индустриальном производстве классическом. Сложные технологические системы практически невозможно. Соответственно, вместе с концентрацией производства растет концентрация капитала. Все больше объема капитала. Капитал – это стоимость, приносящая прибавочную стоимость. Это не вещи, не штуки. Все больше объема капитала сосредотачивается в руках одного собственника. В данном случае уже не хозяйственная единица, а собственника. Капитал, как производственное отношение, воспроизводящиеся. В той мере, в какой это концентрация капитала происходит на базе концентрации производства, имеет место именно концентрация капитала. Если рост объемов капитала в одних руках, давайте говорить чуть проще, происходит без концентрации производства, просто экономически в одни руки перешли 4 предприятия. Предприятия как были 4 штуки, так и остались. Речь идет о централизации капитала. И во все больших масштабах развиваются и концентрация производства, и специализация производства, и концентрация и централизация капитала. Соединяем это в единую систему. Мы получаем, что в результате воспроизводства капиталистических производственных отношений, законы собственности, основанные на собственном труде товарного производства, исторический исходный пункт капитализма, превращаются в собственность, основанную на использовании наемного труда, эксплуатации наемного труда, капиталистическую собственность. И эта капиталистическая собственность все более и более концентрируются в руках узкого клумба капиталистов. Происходит приближение к тому моменту, когда капиталистическое богатство, и тем самым производительные силы, тем самым общественное богатство, капитал, и тем самым общественное богатство, оказывается сосредоточено в руках очень небольшого числа капиталистов, которые, это Ренгельс показывает в антидюринге очень подробно и просто описывая, могут быть заменены, они просто оказываются ненужны. Тем более, как покажет Марк в третьем томе капитала, управление, организация переходит в руки не капиталиста-собственника, а особого слоя. Потом об этом западная наука напишет, как о революции управляющих. Капитал становится излишен, он может быть уничтожен, бьет часть капиталистической собственности, экспроприаторов экспроприируют. Важнейший вывод капитала. При этом подчеркнем, что когда, говорят, что марксизм может выразить свое кредо одним словом уничтожение частной собственности, делают ошибку. В данном случае речь идет не о уничтожении, а о снятии частной собственности. Снятие как воспроизведение, но не воспроизведение индивидуальной собственности отдельного товара производителя, отдельного товара владельца, который сам работник и сам собственник. О снятии, то есть дилектическом развитии. Ситуация, когда человек сам был собственником и работником и создавал свою собственность, сменяется ситуацией, когда его превратили в наемного работника, большинство из них, подавляющее большинство, превратили в наемных работников в результате конкуренции, разорения большинства, накопления капитала в руках, немногих, и затем эта собственность, основанная на эксплуатации, отрицается и возвращается к собственности работника. Обычно это трактуется так, что возникает государственная собственность. Но мне кажется, более современный и стратегический, даже не стратегический, в большем историческом масштабе верный, является характеристика перехода к тому, что советские марксисты-шестидесятники назвали собственностью каждого на все. Переходом по ту сторону и индустриального производства. Помните, Маркс, я цитировал, написал в третьем томе «Капитал» «Царство свободы лежит по ту сторону собственно материального производства». Что такое собственность каждого на все? Вот каждый, кто захочет, может быть собственником лекции Бузгалена. Каждый, кто захочет, будет собственником любого вопроса и любой реплики, которую вы скажете. Каждый, кто захочет, является собственником десятков миллионов гениальных произведений человечества, которые хранятся в библиотеках, сейчас хранятся в компьютерных сетях. Мы все собственники, каждый из нас собственник Илиады, собственник Гамлета, собственник закона Ома. В той мере, правда, в какой мы можем их распредметить. Но собственность всегда надо суметь использовать. Собственникам, я не знаю, сферозвукового истребителя быть легко, но летать на нем сложно. Примерно так же и с Гомером, или Эйнштейном, или чем-нибудь еще, или китайским языком, который тоже каждый может вполне освоить. Учебники в открытом доступе. Тем самым действительно превращается, каждый становится собственником. Не какое-то государство от имени всех, а каждый становится собственником. Это не вывод капитала. В капитале просто говорится, что возвращается собственность каждому. Происходит экспроприяция экспроприаторов, снятие частной собственности, основанной на эксплуатации наемных работников. Мы вот добавляем такое понимание капитала, глядя из 21 века. Параллельно Маркс выводит из тех же объективных процессов закон, всеобщий закон капиталистического накопления, закономерности образования резервной армии труда безработицы и ряд других очень важных выводов, которые делаются в капитале. Но, к сожалению, я не имею возможности во все детали включаться, но вот про всеобщий закон капиталистического накопления и я должен вам сказать обязательно. В самом простом виде он звучит так, что происходит рост богатства на одном полюсе, рост нищеты на другом. Маркс это связывает с только что мной описанными тенденциями, конкуренцией, безработицей и так далее. У меня, к сожалению, еще раз говорю, нет сейчас возможности развернуть всю эту систему, цепочку последователей. Но что важно? Значит, он показывает, что существует абсолютное относительное обнищание рабочего класса. Слово «обнищание» звучит очень жестко. Абсолютное обнищание – это ситуация, когда рабочие начинают получать все меньше и меньше в качестве, в стоимости своей рабочей силы. Ну, в данном случае, правильно не говорить о зарплате, поскольку категория зарплаты уже Марксом введена. Мы ее проскочили, опять, в наших лицах. А собственник капитала концентрируется в руках все большее богатство. Соответственно, все меньше богатства концентрируется в руках наемных рабочих, источник их богатства только заработная плата. Все большее богатство концентрируется в руках капитала. И у наемных рабочих абсолютное обнищание становится, его абсолютно меньше. Относительное обнищание говорит, что у наемных рабочих объем богатства собственности растет, доходы растут, но у капитала растут быстрее. Происходит относительно капитал обнищания рабочих. В 70-е годы 20-го века практически все марксистские учебники писали, в том числе учебники советские, по которым мы учились с Андреем Ивановичем Колгановым. Особенно это писали даже не учебники, а профессора говорили, что, друзья, это было верно для 19-го века, что сейчас другой капитализм, что поэтому Маркс был во многом неправ и так далее. Я считаю, что вот эти советские учебники были неправы. И те профессора, которые говорили, что Маркс неправ и все изменилось, тоже были неправы. Почему? Дальше мы идем в сторону, точнее, вверх, продолжая, развивая Маркса, и говорим следующее. Почему мы, обращаясь к практикам 70-х годов 20-го века, говорили, что нет абсолютного обнищания, и даже, скорее всего, нет относительного? Потому что мы смотрели на ситуацию в Западной Европе, даже не в США, но в США, может быть, отчасти. И говорили, посмотрите, там рабочие стали жить богаче. Это было правдой? Да, это было правдой. Ну, во-первых, капитализм к этому моменту стал всемирным. Поэтому судить только по ситуации во Франции или ФРГ, или даже в США, об абсолютном обнищании, относительном обнищении, было, мягко говоря, некорректно. В это время человечество жило в условиях, когда более миллиарда выживало на один доллар в день. То есть находилось в крайней нищике, на грани умирания от физической нужды. И умирало в возрасте 50 лет. Просто этих людей за людей не считали. Считали, что экономика есть только в ФРГ, Франции, США, может быть, в Японии. Это была первая ошибка. Вторая ошибка. Даже если смотреть на мир в целом, то действительно, крайняя бедность сокращается. Хотя не так, как многие пропагандисты об этом рассказывают. Противоречиво, медленно, неравномерно. В последнее время сокращается в основном за счет Китая, которую нельзя однозначно считать капиталистической страной. Но почему она сокращается? Потому что Маркс в «Капитале» только намеками указал на противодействующий фактор. А в других работах писал об этом прямо, жестко, с политическим пафосом и идеологическими, политическими призывами. О чем идет речь? О борьбе наемных рабочих, в целом трудящихся, за то, чтобы перераспределить богатством, в первую очередь прибавочную стоимость, свою пользу. И начиная с конца XIX, особенно в XX веке, эта борьба стала успешной. Вот кто-то из моих коллег, то ли Андрей Иванович Калганов, то ли кто-то даже из студентов, по-моему, Андрей Иванович Калганов все-таки сказал, что да, политический рабочий класс в конечном итоге с социалистическим проектом, может быть, и потерпел поражение, но экономически он многое выиграл, отвоевал у буржуазии. Давайте посмотрим на современный капитализм. В тех странах, где положение рабочих не так плохо, и даже улучшалось, хотя не зря сказал, улучшалось до конца XX века. Сейчас ситуация крайне неоднозначна. Покомментируем. Где улучшалось? За счет чего оно улучшалось? За счет того, что из доходов миллионеров 50% неинвестируемых средств перераспределяются на общественные нужды. Ну, так очень грубо можно сказать, что половина, идущая на потребление прибавочной стоимости, идет в пользу наемных рабочих. Как именно? Идет на бесплатное образование, на бесплатное здравоохранение, на законодательно устанавливанную достаточно высокий уровень минимальной заработной платы, на пособия по безработице, на пенсионные средства, там, где они не индивидуально накапливаются и так далее. В тех странах, где этого нет, и ситуация с обнищанием достаточно близка к тому, что написал Маркс в «Капитале», в той мере, в какой сейчас противодействие вот этому самому накоплению, законному накоплению капитализма в чистом виде, ослабло, где рабочий класс стал слабее давить на капитал, борьбу, классовую борьбу, выигрывает буржуазия. Кстати, попутно замечу, Михаил Ильич Ваеков, может быть, не первый, но очень аргументированно показал, что классовая борьба – это не только борьба пролетариат с буржуазией, это борьба буржуазии с пролетариатом. Вот если во Франции победит пенсионная реформа, в классовой борьбе победит буржуазия. А если не победит, оставив 62 года победит наемный труд. Вот вам классовая борьба в чистом виде. Так вот, буржуазия последние 30 лет побеждает в классовой борьбе. В результате, почитайте книгу Дэвида Котца, выдающийся американский экономист, «The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism», возникновение и падение неолиберального капитализма, извините за скверное английское произношение, но книга только на английском есть, «Rise and Fall of Neoliberal Capitalism». Со статистикой в руках, опираясь на данные профсоюзов, показано, что реальная почасовая зарплата рабочих в США в последние десятилетия не растет. А в ряде отраслей вообще абсолютно снижается. Ну и маленький жизненный пример, просто чтобы я иногда отхожу от строгих лекций, и все-таки в девятом часу надо читать вечера, не только академические вещи. Вот опираясь на примеры моих коллег-преподавателей в университетах США, где борьба рабочих не так эффективна, как в Западной Европе, да и в целом в 90-е годы началось резкое снижение в неолиберальном капитализме социальной активности трудящихся и их успехов. Так вот, новое поколение, те, кто приходят в университет, реально живет хуже, чем поколение их отцов. Вот тот же Дэвид Коттс в своем ЮМАС университете Массачусетса в Амхерст преподавал, будучи доцентом на наш ассистент-профессор и фулл-профессор, 6-8 часов в неделю получал свои много тысяч долларов, которые по показательной способности тогда были намного выше, чем сейчас, наверное, раза в два, имел трехмесячные в общей сложности каникулы, раз в пять лет полгода на повышение квалификации с оплатой всяческих поездок и массу всяческих льгот, и плюс был на пожизненном найме. Сейчас молодое поколение должно работать за примерно те же деньги, скорее всего, даже несколько меньшие, потому что обесценился очень сильно доллар. Гораздо большее количество часов, они на почасовой работе, то есть в любой момент могут их уволить, они часто оказываются на улице. Всех льгот, бесконечных каникул и так далее нет. Это абсолютное обнищание креативных работников, причем элиты, так сказать, преподавателей. Это физически просто наблюдаемо, хотя посчитать довольно сложно. Факторы, которые не очень сосчитываются, вот как ты соизмеришь ухудшение положения, когда ты от пожизненного найма с гарантиями всего переходишь к почасовой работе. В деньгах только посчитать нельзя. Вот это просто маленькая иллюстрация. Поэтому всеобщий закон капиталистического накопления мы доформулировали в нашей книге «Глобальный капитал» с Андреем Ивановичем Колгановым. Мы сказали, что абсолютное относительное обнищение пролетариата происходит в той мере, какой не действует или слабо действует, обратный фактор, противодействующий фактор, социальное творчество трудящихся, ведущее к перераспределению общественного богатства в пользу наемных работников. Иными словами, обнищание прямо пропорционально силе капитала и обратно пропорционально силе социального творчества и классовой борьбы наемных работников. Мне кажется, это важная формулировка. Она в таком вот виде, как я сейчас произнес, совершенно очевидна. Но я ее, как ни странно, не встречал в литературе. Наверное, есть. В принципе, все про это сказано у Маркса. В лоб и очень жестко сказано у Ленина. Ну, как закон не сформулирован. Поэтому тут наша заслуга абсолютно минимальная. Мы все-таки гордимся тем, что сказали мяу. Возможно, не первым. Это важный компонент, который я хотел бы подчеркнуть. Ну, и в завершение, коротко о современной ситуации с производством. Проблему кризисов, наверное, мы отложим все-таки. У нас будет лекция 26-го, будет лекция 3-го, будет лекция 10-го мая. Я думаю, что мы прочитаем лекцию про кризисы, немножко про второй, третий том капитала. Ну, и заключительная лекция будет подробно про подрыв рынка и капитала в условиях позднего капитализма и всякие противоречивые тенденции. Но попутно я хотел просто сказать, что для современного воспроизводства капитала необходимо принимать во внимание целый ряд параметров. Первое. То, что отношения товарного производства и конкуренции подорваны монополистическим регулированием и государственным регулированием. Классического воспроизводства в условиях свободной конкуренции, когда одни разоряются, другие обогащаются, и никто в это не вмешивается, уже давно нет. Вот. Ну, знаменитая фраза «too big to sell», слишком большое, чтобы продать, не разоряются крупные корпорации. И даже если разоряются, то как-то не буквально. То есть не так, что все акционеры оказываются на бабах, а мажоритарные акционеры пускают себе пулю в лоб, потому что они должны расплачиваться всю жизнь и продавать своих жен, мужей, бабушек, дедушек, детей для того, чтобы рассчитаться с долгами. Долговую яму не сажают. Ситуация другая. Малый бизнес разоряется постоянно, но это не ключевая часть экономики. Государство спасает крупные корпорации. Они сами слишком мощны, работают как сеть сетей. В общем, это длинно надо объяснять, но, в общем, просто важно иметь в виду, что сейчас прямо в лоб так это не работает. По-другому устроено воспроизводство производительных сил, потому что произошло значительные части, не полностью, не в доминирующей части, но в значительной переход к технологиям, которые я не хочу называть постиндустриальными, но они основаны на все более широком использовании творческого труда. А здесь воспроизводство производительных сил идет совершенно по другим законам. И воспроизводство производственных отношений идет по другим законам, потому что я мельком об этом сказал в предыдущей лекции. И, извините, эксплуатация креативного работника – это создание всеобщего богатства, которое через интеллектуальную частную собственность, интеллектуальную ренту присваивается капиталам. И это богатство, которое бесконечно во времени и в пространстве, потому что… Вот кто-нибудь будет эксплуатировать лекции Бузгалена? Лекцию Бузгалена создавал Николай Демчхейсин, Николай Александрович Цаголов, Эрлит Васильевич Ильенков. Их знания создавали Маркс, Гегель, Кант и так далее. А еще надо идти к Аристотелю, а еще слушать музыку, которую они слушали, я слушал. Ну и тут бесконечная цепочка, понимаете. Кого эксплуатируют? Человечество эксплуатирует, мировую культуру. Поэтому тут законы другие. Это следующее. Поэтому очень аккуратно относитесь, когда вам скажут, что современные цифры опровергают законы, написанные в капитале. Фундаментальные законы сохраняются в той мере, в какой капитализм остается индустриальным и сохраняется базовое воспроизводство подорванных, но господствующих отношений товарного производства, эксплуатации и всего остального. Ну и важнейший компонент современного воспроизводства, кроме господства корпораций, государственного регулирования, еще и господства финансового капитала, который обуславливает процесс финансиализации. Я просто набрасываю какие-то темы для будущего. Финансиализация – это когда финансовый сектор паразитирует на реальном, и деньги идут из реального финансового, а не наоборот. Сейчас реальный сектор кредитует финансовый. Деньги бегут в финансовые спекуляции. Все изменилось очень сильно. Если при Ленине финансовый капитал бы с ращиванием банковского с промышленным, то сейчас финансовый капитал – это оторвавшийся от реального сектора и подчинивший его капитал глобальной финансовой системы, которая далеко не сводится к банковскому. Извините, я забыл отключить телефон. Это еще один момент. Ну и, наконец, последнее, что воспроизводство капитала осуществляется в глобальных масштабах, и здесь господствуют глобальные игроки, и все разговоры о деглобализации надо принимать очень аккуратно, потому что, во-первых, глобализация всегда была процессом, который идет неравномерно во времени и в пространстве. Интенсифицируется, ослабляется, усиливается, и качественно, и количественно. Раз. Во-вторых, особенно… То есть изменения далеко не так глубоки. На место американских трансцентральных корпораций сначала пришли или их потеснили европейские, японские, потом южнокорейские, потом, опять, азиатские тигры. Сейчас Китай, чуть позже подойдет Индия. Но эти глобальные корпорации как были, так и остаются. Да, мы можем покупать гаджеты Ноки или Самсунга, мы будем покупать гаджеты Хуавея или еще какого-нибудь Вэя, но природа остается. Эти гаджеты создаются мировым капиталом на основе мировых производительных сил. Технологии в одном месте, научные разработки в другом, производство вольфрама, то есть руды для вольфрама, детский труд в Африке, конвейеры чудовищной эксплуатации в странах полупериферии, ну и так далее. Поэтому глобализация, она стала более противоречивой, национальные государства в политическом отношении стали жестче взаимодействовать друг с другом. Но, извините, Первая мировая война была тоже началом этого процесса, хотя все воевали со всеми. Поэтому надо очень аккуратно к этому относиться и понимать, что у вас производство идет в глобальном масштабе. Ну вот эти все компоненты, если принять, то тогда можно говорить о том, как законы капитала, капитала Маркса, кавычка, книги капитала, описанные в капитале Маркса, действуют сейчас. Они действуют. Всеобщий закон капиталистического накопления действует, концентрация централизации капитала действует, концентрация специализации производства действует. Все время из мелкого товарного производства превращается в капитал, большая часть разоряется, превращается в наемных рабочих. Действует. Ну и необходимость экспроприации экспроприаторов тоже действует. И снятие частной собственности абсолютно необходимо. но существенно в других формах, с модификацией закономерностей, с усложнением чрезвычайным и так далее. Ну и последнее по скриптам, анонс тоже какой-нибудь самой последней лекции, которая у нас будет, то, что внутри капитализма сейчас рождаются элементы социализма. Сейчас это уже более столетия. Рождаются элементы через перераспределение прибавочной стоимости, как я уже сказал, через общедоступные бесплатные блага, через общественное регулирование, через учет глобальных проблем и так далее. Вот только с учетом всего этого мы должны применять капитал. Но должны и буквально, закономерности описанные в капитале, и особенно в непрямом смысле, как метод. Метод исследования противоречий, метод восхождения от абстрактного конкретного, метод единственного диалектического, исторического, логического. Метод, который уходит от эмпиризма и позитивизма, но постоянно опирается на практику, причем понятую как исторический процесс, а не как набор отдельных фактов. Вот куча всего в последние 10 минут. Это, скорее всего, анонс, я сейчас говорю, будущих размышлений. Это не то, что можно было законспектировать и зафиксировать в данный момент. Из всей лекции наиболее важны воспроизводство производительных сил, производственных отношений. Специфика этого воспроизводства – взаимодействие, прямое обратное влияние производительных сил на производственные отношения, органическое строение капитала, как стоимостное в той мере, какой бы условлено техническим, закон продвижения к вытеснению живого труда о веществленном и возможности перехода к творческой деятельности на автоматизированной системе машин. Кстати, это выражение Макс. В 19 веке автоматизированная система машин – это у человека по ту сторону материального производства. Насколько гениальным надо быть мыслителем, чтобы прозреть это через столетия. Превращение законов собственности товарного производства в законы капиталистического накопления, всеобщий закон капиталистического накопления. И вот все, что я вам рассказал. Важнейшая часть воспроизводства – это структура, подразделения производства, кризисы, закон ценностей нормы прибыли и понижения, но это второй, третий том капитала и последующие, поэтому это в других лекциях. Все, друзья, ваши вопросы. Я понимаю, что очень много вывалил за эти неполные полтора часа. А вот вопрос такой по поводу элементов социализма в рамках капитализма – это будет еще специальная лекция об этом, правильно? Да, это будет специальная лекция. Я на этот вопрос не буду отвечать. Все, тогда снимаю. Если предварительно, в качестве объекта для критики, года три назад в журнале «Альтернатива» или два, мы напечатали такой коллективный доклад о противоречии к социализации капитализма. То есть, возможности развития элементов социализма внутри капитализма. Да, пожалуйста, Владимир Соснин. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня слышно на всякий случай? Да, слышно. Отлично. Вопрос следующий. Раз уж мы заговорили о применении капитала в современных реалиях, применении методов капитала, возникает следующий вопрос. Мы упоминали термин деглобализации, соответственно, созрел вопрос. Можно ли считать миросистемный анализ как метод, который отрицает капитал в принципе? Потому что сколько я его не раз изучал, впечатлял, приходил к мысли, что самые явные фонументальные вещи, которые вывел Марк, которые мы сегодня упоминали, они отрицаются. Это чисто ваше мнение. Спасибо заранее. Чисто мое мнение будет цитатами из моих встреч с Эммануилом Варенстайном и с Амиром Амином, так сказать, из первых рук. Ну, прежде всего, с Амиром Амин, которому я... Он говорил, что мы друзья, я не берусь так сказать, хотя я его, безусловно, считал своим учителем и другом. Очень много мне этот ученый дал, и как человек, и как политик, и как ученый. Он прямо говорил, что он марксист, он считает закономерности, описанные в капиталы, правомерными и так далее. Но считал он, что анализ капитала надо дополнять анализом пространственных отношений и пространственных противоречий. Маркс в целом в своих различных работах рассматривает, безусловно, проблемы пространственных противоречий, воспроизводства в пространстве. Но преимущественно оно работает с социальным временем, а не с социально-экономическим пространством. Миросистемный анализ, по сути, дополняет социально-временной анализ социально-пространством. Эмманул Воргенстайн, я с ним общался меньше, преимущественно в парижских кафе. Извините за эти пикантные детали, но мы там только кофе пили и говорили о науке. Кстати, некоторые его интервью были в свое время озвучены в плохой аудиозаписи. Сейчас, наверное, не остались, это были 90-е годы. Я ему задавал именно эти вопросы. Он отвечал, что да, капитал – это важная часть, и закономерности воспроизводства внутри отдельной страны он описывает, но в целом капиталистическую систему не описывает. Я думаю, что прав не Валенстайна, а сами Рамина в данном случае. Они были не очень единодушны, хотя их относят к одному направлению. Андрей Гюндерфранк еще больше, так сказать, по-моему, отошел от марксизма и в том числе от анализа производственных отношений. Вообще для миросистемного анализа характерно не акцентирование производственных отношений и производительных сил. Не акцентирование развития через противоречие, нет, противоречие есть, но такие плоские, пространственные и так далее. То есть я думаю, что миросистемный… И характерно во многом описание. Не дилектическое исследование закономерности развития, видите, все равно время вылезает развитие, да, ну или изменение пространственной конфигурации закономерности, а просто некоторая констатация. Вот есть центры, есть периферии, есть полупериферии, есть делинкинг, но это сами Рамина, так сказать, есть зависимость, есть проблема разрыва зависимости делинкинга, так сказать, ну и так далее. Поэтому на самом деле это скорее другое, более поверхностное и более позитивистское. У сами Рамина в большей степени связано с капиталом. На мой взгляд, можно и должно продлить даже не капитал, а современные марксистские работы, развивающие капитал, его тематику в анализ миросистемных противоречий, мировых пространственных противоречий капитализма и воспроизводства пространственного капитализма. Но эта задача нерешенная, многое написано. А, кстати, кое-что написано, не кое-что, очень интересно написано в рамках темы геополитэкономии. Радик Одессаи, профессор у нее в Света Манитоба, Канада, руководитель целой сети. Там есть такая группа рабочая геополитэкономии. У нее книга «Геополитэкономия» Радик Одессаи, издана на русском языке, в интернете, в бесплатном доступе. Так, ну я увлекся, просто тема важная, да, хотя не по капиталу. Пожалуйста, еще вопросы, коллеги. Так, меня слышно? Добрый день, вечер. Да, добрый вечер. Да, спасибо большое за лекцию. А вопрос у меня вот какой. В прошлом веке среди советских ученых, экономистов, в основном специалистов по сельскому хозяйству, выдавало убеждение, что абсолютное, наличие абсолютной ренты в сельском хозяйстве было обусловлено более высоким органическим строением, капитала в сельском хозяйстве. А, извините, менее, менее высоким, то есть более низким. Да, менее, более низким. Вот. И что по мере того, как органическое строение капитала в промышленности и в сельском хозяйстве будет выравниваться, исчезнет абсолютная рента. Впоследствии ученые этого круга, ну, например, был такой загайдов в флорумическом... Ирина, пожалуйста, я вас прерву. Вот почему. Мы, я думаю, все-таки дойдем до проблемы ренты в третьем томе капитали. И давайте тогда это обсудим. Хорошо, потому что без теории ренты отвечать на ваш вопрос нельзя, а воспроизводить сейчас теорию ренты будет сложно. Хорошо? Хорошо. Откладываем. Извините. Значит, в чате вопрос, читал ли я доклад команды «Простые числа» про противоречие глобализации. Да, читал, и более того, не только читал, но стоял у истоков этого доклада, консультировал, спорил, рецензировал, рекомендовал и прочее. Это особая тема, опять глобализация, не хочу в нее входить, просто подчеркну, что там показаны некоторые закономерности движения, ряда параметров, по которым судят о глобализации, в частности, доля мировой торговли по отношению к внутреннему, мировому валовому продукту, который, на мой взгляд, очень косвенно характеризует меру глобализации. Поэтому это очень интересный доклад, полезный, в нем масса полезной информации, но концептуально я не очень верю в эти волны, кондратьевские, мерхозяйственные, вот те, которые показаны в этом докладе, смена протекционизма фритрейдерством, это просто уж очень разные, понимаете, фритрейдерство и протекционизм 18, 19, 20 и 21 век. То есть они как-то внешне похожи, считаются в количественных показателях. Я небольшой любитель этой тематики. Доклад очень качественный, очень близок к современной неоклассической, так сказать, мейнстримовской науке, не по содержанию, не по политическим выводам, а по методике, типу работы, категориальному аппарату и так далее. Вот я прямо об этом говорил, мы с Олегом Камолом, с Глебом Масловым, с Рафаэлем Абдуловым, с Тамарой Степановой, опять в очень добрых отношениях, работаем вместе, поэтому ничего не скрываю. Значит, что касается органического строения, я сказал, что органическое строение считать нельзя. То, что считают, ну вот так, стоимость тоже считают. Просто сейчас, последний полвека, даже больше, после Второй мировой войны, экономисты, марксисты фактически работают с языком, категориями, темами неоклассической теории и пытаются сделать так, чтобы их материалы были понятны, неоклассикам публиковались в неоклассических журналах, чтобы был один язык для спора с неоклассиками. И они, по сути дела, вошли в пространство неоклассической экономики, которая живет только методом счета статистических показателей и анализа фактов. Вообще, статистика – это не факт, это текст о факте. Этот текст, может быть, очень искажен. Вопрос, какой текст выбрать, какую статистику, понимаете? Если судить там, скажем, о темпах инфляции, то у нас последние 10 лет в России все очень даже неплохо. Понимаете? Ну, это очень сложные случаи. Если люди по ВВП, более-менее растем. Если по развитию, то вообще катастрофа. Ну, вот, сложная ситуация, понимаете? Поэтому, вот, постоянная попытка экономистов считать, она меня угнетает еще с древних времен, когда нам, молодым кандидатам, попросили в обществе знания написать книжку про экономику и потребовали ее назвать «Давайте посчитаем». Мы им все объясняли, что это не про посчитаем, а про совершенно другое. Написали книжку про другое, но название к ней в издательстве все равно приделали «Давайте посчитаем». В Советском Союзе бюрократия была сильна и молодых кандидатов никто не послушался. Вот так это и идет с той поры. То есть, не с той поры, а с времен ООНа, на самом деле. Посмотрите, в капитале Маркса ничего не считается. Там нет статистики. Где-то упоминаются факты, цифры, но они играют очень второстепенные иллюстрирующие значения. Все числовые примеры условные и сделаны исключительно для того, чтобы прояснить сложную материю и в большинстве случаев очень сильно упрощают суть дела. Все формулы носят такой очень абстрактный характер. Это совершенно другая материя. Так что, простите, но посчитать не ко мне. Так, будем заканчивать. Понимаете, утверждение, вот тут вопрос получается, чисто философскую природу. Нет, это подтверждается практикой. Понимаете, правота капитала экспроприаторов экспроприируют подтверждается практикой, подтверждается практикой развития собственности каждого на все в массовом масштабе и тем, что при коммунизме в конечном итоге она победит. Вот тогда подтвердится. Подтверждается тем, что социалистические революции произошли и происходят. Подтверждается тем, что классовая борьба идет именно по таким законам. Подтверждается тем, что внутри капитализма развиваются элементы социализма и частично происходит перераспределение прибавочной стоимости. Подтверждается тем, что любой человек, придя в фирму, вдруг убеждается, что его эксплуатируют, его заставляют работать 12 часов вместо 8, получая абсолютную прибавочную стоимость. Хотя абсолютную прибавочную стоимость посчитать нельзя. Но каждый человек, которого в фирме заставляют работать лишние 4 часа, а также субботу и воскресенье, это очень даже хорошо на себе чуждит. Начинает бороться. Подтверждается тем, что французы уже месяц борются против увеличения на 2 года пенсионного возраста, понимая, что их перераспределят общественное богатство и всеобщий закон капиталистического накопления будет действовать в сторону, которую указал Маркс. Ну и так далее. Вот она так подтверждается. Это не чисто умозрительные вещи. Подтверждается жизнью, борьбой, смертью, подвигами, конформизмом. Вот так подтверждается. Личным выбором людей и практическими действиями. Все время практическими действиями, поступками, а не статистикой. Это получилось норовоучение, но это не норовоучение, это самое главное в марктизме, что он работает с практикой как критерием истины, а не с фактами, которые на самом деле не факты, а тексты, а фактах. Весьма субъективны. Так, заканчиваем, да, друзья? Еще один вопрос можно? Да, Сергей. О проблеме абсолютного относительного обнищения, косвенно связанной. Сейчас есть как бы две концепции экономической борьбы рабочего класса. Одна из них исходит из того, что в принципе возможно выделить некую справедливую величину стоимости товара рабочая сила, при которой воспроизводство этого товара идет в оптимальных формах. А другая точка зрения заключается в том, что стоимость товара рабочая сила в абсолютном виде существовать не может. И что вообще-то стоимость распадается всегда. То есть эта стоимость товара рабочая сила, она каждый момент определяется сугубо конкретно историческими обстоятельствами. Ну и из первой точки зрения вытекает, что можно наметить какой-то определенный уровень заработной платы, который можно считать справедливым и требовать его от капиталиста, а из второй точки зрения вытекает, что рабочая заработная плата должна возрастать до тех пор, пока, собственно говоря, это позволяет условия классовой борьбы, пока это не препятствует процессу воспроизводства капитала. Сторонником первой точки зрения является Михаил Попов, например, известный профессор рабочей академии, который прямо говорит, что если определенный уровень заработной платы, например, 600 тысяч в месяц, вот это уровень, при котором воспроизводство рабочей силы будет носить нормальный характер. Хорошо, я понял, Сергей, отвечу очень коротко. Значит, действительности в... Нет, не действительность, значит, в теории Маркса отражающей действительность есть честная, скажем так, обоснованная законами капитализма величина стоимости рабочей силы, но не зарплаты, зарплата, цена, это конъюнктурный показатель. Стоимости есть, это затраты на воспроизводство рабочей силы данной квалификации в данных исторических условиях. В этом смысле можно говорить о том, что бывает зарплата, которая приближена в данных конкретных условиях к тому, чтобы рабочая сила воспроизводилась адекватно для данной стадии развития капитализма и поддерживалась рыночная равновесие. Но из этого не следует, что надо бороться за эту величину заработной платы. Из этого следует, что при этой величине заработной платы происходит честная, с капиталистической точки зрения эксплуатация наемных рабочих. То есть наемного рабочего не обворовывают. Потому что если ему платят меньше вот этой нормальной зарплаты, его обворовывают. Это как покупать товар по заниженной цене вследствие того, что ты подходишь к продавцу с пистолетом и говорит, вот у тебя помидоры сколько стоят нормально? Он говорит, 300 рублей. Говорит, продашь мне за 10. Почему за 10 рублей? Иначе застрелю. Вот есть честная цена помидоров? Ну, где-то как-то примерно есть. Есть такая цена и у рабочей силы. Но это очень косвенно можно отразить в виде некоторой подсчета жизненных благ, необходимых для воспроизводства данной квалификации в данной стране в данный исторический период. Но из этого следует, что бороться надо за повышение. Во-первых, что не выплата такой зарплаты есть не капитализм, а грабеж. Это очень важно. Как не выплата зарплаты. Не выплата зарплаты это не закон капитализма, это грабеж. Это нарушение закона капитализма. Не выплата нормальной зарплаты, это грабеж, это нарушение капитализма. Поэтому бороться надо здесь против феодализма за капитализм. Но против капитализма надо бороться, и внутри капитализма экономически бороться надо за то, чтобы все большую часть прибавочной стоимости передавать наемным работникам в интересах общества. И в пределе должна передаваться вся прибавочная стоимость. Поэтому до тех пор, пока мы не получим всю прибавочную стоимость, нам надо бороться за то, чтобы было все больше и больше. В какой-то момент это надо будет, естественно, не в зарплату превращать, а в общественные фонды потребления, но в принципе надо отнять все. Потому что это не отнять, а получить назад то, что по справедливости не капиталистической, рыночной, а по справедливости законов создания общественного богатства. Все общественное богатство стоимость создает с трудом наемного рабочего. Поэтому справедливость состоит в том, чтобы получить всю стоимость, создаваемую наемным рабочим. А капиталист не получил ничего. Ну или получил зарплату как менеджер. Если он хороший менеджер, то действительно менеджер, а не рантье. Вот и все. Поэтому Попов, не знаю, я не знаю, что он говорит, но если он говорит, что надо добиться высокой зарплаты, и это будет хорошо, то это неправильно. Во-первых, добиться того, чтобы был капитализм, а не феодализм. Во-вторых, чтобы при капитализме все больше и больше отнимать прибавочные стоимости у капиталистов. До бесконечности, до конца капитализма, до победы социализма. Вот я так отвечу, хорошо? Я вразумительно ответил, Сергей. Сергей уже выключился. Есть у меня продолжение этой беседы, но я не буду сейчас продолжать. Сергей, давайте мы сейчас закончим, уже полтора часа проработали. Спасибо за ответ. Всем большое спасибо, кто с нами был. Мы размещаем на YouTube-канале «Альтернативы». Вообще лекции так посещает нас, где-то человек.